Привет, друзья! После небольшого перерыва вновь Дмитрий Егоров возвращается в самый гениальный, в самый великолепный магазин, посвященный скетбордическому и сноубордическому катанию Squat, что находится у нас на станции метро Таганская в Москве. Приезжайте, и сегодня мы будем говорить, наверное, про один из самых интереснейших коллабов, которые находятся в этом магазине, а именно коллаб Half и Pleasures. Не переключайте ваши YouTube, Routube и ВКонтакте каналы. Итак, про Half мы с вами говорили уже не раз. Действительно, бренд все время представляет очень интересные коллаборации, очень интересные коллекции. Не исключением стала и вот эта совместная работа с брендом Pleasures. И про него как раз хочется сказать чуть-чуть побольше. Этот бренд, он ворвался, не побоюсь этого слова, в мир скейтбординга еще в середине прошлого десятилетия, в 2015 году. Создал его человек, который до этого отвечал за бренд Publish и который является очень большим фанатом, скупщиком и перепродажником различных винтажных вещей. Как сам он говорит, что вырос я в 90-е, и всю вот эту 90-ую эстетику я очень-очень сильно люблю. И именно поэтому практически во всех коллекциях Pleasures прослеживается вот эта вот от Ода как раз в тем самым 90-м годах. Ну, я сразу, наверное, вспоминаю фильм Mid-90s, середина 90-х. Я думаю, что все вы его смотрели. Замечательный фильм про мальчика-скейтбордиста. И практически каждая коллекция Pleasures – это вот такая вот легкая отсылка к 90-м. Причем не просто к 90-м, а к определенным музыкальным течениям, к пост-року, к гранжу, к каким-то историям с глэм-роком переосмысленным, которые как раз вот в середине, в начале 90-х были популярны у небольшой прослойки людей, которая была далеко не самой популярной. Ну, в какой-то момент, да, у них был свой пик популярности. Был даже момент, когда Марк Джейкобс на одном из показов в 90-х годах забыл для кого. Ну, короче, он вывел модели, которые были одеты в старые потрепанные маркинсы, во фланелевые рубашки, и народ не воспринял, типа, что это такое, какой кошмар, фу, это невысокая мода, удалите, удалите это отсюда и посмотрите, что происходит на подиумах сейчас. Сейчас признают, что да, Марк Джейкобс тогда был во многом правительством. И, наверное, то, что бренд Плэжерс начал тоже возвращать вот эти 90-е годы, вот это немодные в 90-х годах течения, какие-то субкультурные течения, это является его фишкой, и поэтому он стал популярным. Популярным далеко за пределами скейт-комьюнити. Это больше, наверное, даже такой бренд, который известен всяким модникам, не побоюсь этого слова. Но корнями он в скейтбординге, и то, что он сделал коллекцию с ХАВ, это тоже вещи, которые отсылают к скейтбордингу. Вы, наверное, сами замечаете, что в том, что касается и дизайнов ДЭК, и каких-то коллабов по одежде, и по коллабам в обуви, даже то, о чем мы с вами говорим на этом канале, очень часто это отсылки к 90-м годам. Поэтому вся коллекция совместная ХАВ и Плэжерс, это тоже такой интересный реверанс в сторону 90-х годов. Там человек, как я уже говорил, он о винтаже знает все. Он пережил, наверное, одно из самых больших количеств каких-то винтажных секонд-хендов в Штатах, и не только, и выбирал там какие-то интересные, прикольные, неизвестные бренды, и в них часто какое-то вдохновение черпал в дизайнах этих брендов, в дизайнах этих вещей, в их крое. И поэтому все это он перенес в эту совместную коллекцию, которая вышла достаточно плотной. Вы можете посмотреть на сайте, можете посмотреть здесь. И кроме большого количества одежды, а это и толстовки, и куртки, и штаны, и футболки, и даже вот такая великолепная жилеточка. Та-дам! Есть небольшое количество аксессуаров, про них тоже хочется рассказать по отдельности. Ну, во-первых, это такой, не побоюсь этого ужасного слова, всратый немножко кошелек с отсылкой к 90-м годам, с такого слегка дешевого материала в металлической отделке с такой вот цепочечкой. Ну, конечно, носить такое, как говорится, много ума надо. Вот. А второе, это в упаковке от видеокассеты, вот так вот прекрасно упакованный, как будто это видеокассета какого-то концерта. Здесь вот надпись Pleasures Note 2, и там тайминг каких-то песен. А внутри у нас носочки с коллаборацией Huff и Pleasures. Вот в таком замечательном форм-факторе. В принципе, вы знаете, я человек, который, ну, нравится все вот эти вот различные приколы, не побоюсь этого слова, в одежде. И поэтому для меня эта коллекция показалась очень интересным. Слюс тоже такой момент для всех ребят, которые, ну, как и я, немножко наслаждаются лишним весом. Весом-то мы своим наслаждаемся, но одежду не всегда найти можно. Так вот здесь футболка XL, она, смотрите, как там мне замечательно сидит, и жилетка тоже абсолютно нормально на меня налезла. Поэтому, товарищи с широкой костью и с широким жиром, приходите сюда. Я думаю, что из этой коллаборации вы себе тоже что-нибудь найдете. Ну, и для субсильных ребят, которые более, скажем так, привычны для скейтбордического катания, такие вещи тоже есть. Вот такая интересная коллаборация, очень интересный проект, который мне безумно понравился и который, я считаю, обязательно нужно зайти в этот магазин или на сайт Squat, если вы вдруг, совершенно случайно, не в Москве, и как минимум с ней ознакомиться, а как максимум заказать. По промокоду Дмитрий Егоров, Габонская Гадюка, вас ждет скидка примерно в 0%. Потому что, ну, какие скидки, когда мы говорим о таких великолепных вещах. С вами был Дмитрий Егоров, магазин Squat. Занимайтесь скейтбордическим и сноубордическим катанием. Ахамдулала.